Здравствуйте, я Валерий Сушков и в этой презентации по многочисленным просьбам я представляю один из методов, который был разработан более чем 10 лет назад и этот метод называется причинно-конфликтный анализ. Но изначально английское название этого метода было RCA Plus, которое перерасшифровывается как Root Conflict Analysis. Ну и английская аббревиатура, английская фраза означает скорее анализ причинного или корневого противоречия. Но со временем сам метод слегка изменился и в этой презентации я хочу вам рассказать об этом методе, рассказать, что можно делать с его помощью, а также показать вам пример, даже не один пример и области применения данного метода. Если мы начнем издалека, вы знаете, что еще порядка 20-30 лет назад практически не существовало метода или методики алгоритма, можем назвать это как угодно, а еще точнее будет процесса решения изобретательских задач. Я думаю, что большинство слушающих эту презентацию, смотрящих эту презентацию знакомы с ТРИС, с теорией решения изобретательских задач, но эта презентация также будет, я думаю, полезной тем, кто с этой теорией даже еще и не знаком. Поскольку сама методика, я буду ее называть RCA+, хотя она и была разработана для использования в ТРИС и сегодня рассматривается как одна из методик ТРИС, как один из инструментов в ТРИС, в данном случае ее можно использовать шире, чем только в ТРИС. Если мы посмотрим на экран, то мы увидим типовой процесс, который используют сегодня для решения изобретательских инновационных проблем или задач. Что такое изобретательская задача? Изобретательская задача или инновационная проблема возникает в том случае, когда мы чего-то хотим, нас что-то не устраивает и мы хотим исправить ситуацию, но мы не знаем как. То есть мы знаем, что что-то происходит не так, но мы не знаем, как достичь того, что мы хотим. Хотя методы достижения и способы решения подобных задач уже могут существовать. Но, как известно, любая задача, инновационная изобретательская задача как раз отличается от стандартной задачи тем, что она существует в каком-то конкретном контексте. Всегда существуют какие-то условия, какие-то ограничения, какие-то требования, которые не позволяют нам применить стандартные методы решений. Поэтому нам необходимо выйти за рамки. Нам необходимо найти решение, которое еще неизвестно, но которое решит нашу проблему. И сегодня такой процесс включает в себя шесть этапов. Первый этап – это анализ ситуации. Мы хотим понять, что же на самом деле происходит. Как правило, в постановке инновационных проблем или открытых задач нет полной ясности с самого начала, что же действительно нужно менять, что нужно делать. Поэтому, как правило, имеет место быть так называемая изобретательская ситуация или, скажем так, целое облако проблем, которые можно решать, чтобы решить нашу проблему. Ну, допустим, простой пример. Возьмем классический пылесос. Чем мощнее пылесос, тем больше шума производит его двигатель. Как решать эту задачу? То есть мы понимаем, что нас что-то не устраивает, нам не устраивает этот шум. Но где ее решать? Ее можно решать на совершенно разных уровнях. То есть, как бы, понятно, что чем больше мощность двигателя, тем больше шума. Но давайте снижать мощность двигателя. Но при этом возникнут очередные проблемы. То есть у нас, в общем-то, эффективность нашего пылесоса снизится. Хорошо, тогда давайте изолировать человека от шума. То есть предложим ему носить какие-то наушники и так далее. То есть способов решения вот таких открытых задач, которые заранее не имеют какого-то уже подходящего для их решения метода, достаточно много, и решать такие задачи можно совершенно разных уровней. Так вот, первый шаг необходим для того, чтобы оценить, что уж действительно, какую проблему из множества проблем мы будем решать. А следующий шаг уже нужно уточнить, сформулировать проблему, конкретную проблему. И, как правило, даже если мы скажем, нам нужно решать конкретную проблему, например, мы решили снизить шум производимым двигателем нашего пылесоса, решать эту проблему будет достаточно сложно, потому что она состоит из некоторого количества подпроблем. И вот следующий шаг, очень важный, это определение и выявление той ключевой подпроблемы, решив которую мы решим весь веер остальных проблем, подпроблем, которые формируют нашу проблему. Как только мы определили, какая проблема является ключевой, мы можем переходить ее к решению. В этом случае мы можем использовать известные инструменты ТРИС. Естественно, в процессе генерации идей, идей-решений возникает достаточно большое. Ну, это все относительно, конечно. Но даже если у нас появляется десяток новых интересных идей, у нас не хватит ни времени, ни ресурсов, ни сил, скорее всего, проверить все идеи. Поэтому мы переходим к построению портфолио идеи, и затем мы производим оценку и ранжирование идей для того, чтобы выбрать наиболее потенциального кандидата, наиболее потенциального кандидата на будущее решение. Если спроектировать этот метод на современный ТРИС, ну, точнее, скажем, на современную ТРИС, потому что ТРИС – это теория решения изобретательских задач, то мы можем видеть, что каждый из этих шагов, в общем-то, поддерживается некоторыми методами. И сегодня, например, для анализа исходной изобретательской ситуации мы можем использовать карту восприятия ситуации, мы можем использовать функциональный анализ. Также существуют другие методы, такие как, например, потоковый анализ. Здесь он не включен, здесь включен только базовый метод, базовый процесс. Ну, кроме этого, существуют добрые десятки и даже, я бы сказал, десятки других методов ТРИС. Однако метод декомпозиции выбранной проблемы до сих пор, таких методов, я бы сказал, крайне мало. Поэтому и был разработан метод, который был назван RCA-PLAS, именно для перехода от выбранной проблемы в результате понимания, на каком уровне мы собираемся решать нашу задачу, нашу проблему. И затем анализ этой проблемы для того, чтобы найти, какие же проблемы формируют эту проблему. То есть сегодня мы будем говорить исключительно о причинно-конфликтном анализе RCA-PLAS. На самом деле методы причинно-следственного анализа, RCA-PLAS принадлежит категории методов причинно-следственного анализа, существует достаточно много. Первые методы появились еще в начале 1900-х годов, ну, скажем, первой половины 20-го века. У всех этих методов общая цель – найти причину проблем для того, чтобы ее дальше устранить. И общий метод, который используется везде – это выявление и анализ цепочек причинно-следственных взаимодействий. То есть, если у нас есть двигатель, который шумит, пылесос, который шумит, и двигатель, который шумит, это означает, что есть целый ряд факторов, которые приводят к повышенному уровню шума. Наверное, самый известный метод, который был основан в 1930 году, точнее создан, это метод 5-wise, или можно перевести на русский 5-почему. То есть, идея очень проста. Мы формулируем нашу проблему, мы говорим, двигатель слишком сильно шумит. И затем мы должны пять раз задать вопрос, почему. Например, двигатель слишком сильно шумит. Почему? Потому что вентилятор двигателя производит слишком много шума. Почему? Это уже первый почему. Следующий, почему он производит слишком много шума? Потому что он перемещает слишком большой поток воздуха. Почему он перемещает слишком большой поток воздуха? Потому что необходимо охлаждать двигатель. Почему не охлаждать двигатель? Потому что двигатель нагревается. И вот когда мы пять раз спросили, почему, мы приходим к последней точке, это причина нагрева двигателя. Ну и идея какова? Если мы нашли причину, от чего у нас возникает вот этот нежелательный эффект, то есть наша проблема, то причину нужно просто устранить. Ну как устранять? Методы причинно-следственного анализа не говорят. Затем, конечно же, шлоу развития этих методов. Один из самых известных методов сегодня называется root cause analysis, то есть это анализ корневой причины. Обратите внимание, аббревиатура RCA на английском, в общем-то, достаточно старая. Этот метод, анализ корневой причины, существует больше 70 лет, я думаю. Он был основан изначально еще в 1960-70-х годах для того, чтобы выявлять причины дефектов, которые происходили, ну в основном, в военной технике. Затем шло развитие этих методов. Появилась диаграмма Исикавы. В скобках, если вы видите на слайде, написано диаграмма Сибирякова и Исикавы. В чем отличие? Диаграмма Исикавы была создана японским инженером Исикавой достаточно давно для выявления дефектов. Затем Виссарион Сибиряков, Трисмастер, адаптировал изначальную диаграмму для анализа взаимодействий целей и функций в технических системах и нахождения причин, которые позволят в будущем усовершенствовать технические системы. Следующий тип методов называется диаграмма связи. Диаграмма связи устанавливает причинно-следственное взаимодействие между различными эффектами, происходящими в системе. Ну не только в системе, конечно же, и в надсистеме, потому что если мы говорим о пылесосе, то безусловно пылесос коммуницирует с человеком, взаимодействует с человеком, и человек тоже является непосредственно частью проблем. Также существуют другие альтернативы этого метода. Например, карта восприятия проблемы. Или же разработанной фирмой Ideation International, так называемый Problem Formulator, который существует на сегодняшний день в виде программного обеспечения, и который тоже позволяет устанавливать связи между различными эффектами, происходящими в системе и надсистеме, с помощью определения функциональных взаимодействий между этими элементами, между этими эффектами. Один из наиболее, скажем так, современных методов, это Cousin Fact-Chain Analysis, который был разработан компанией Gen3. Можно перевести к анализ цепочек причин и следствия. И, конечно же, необходимо упомянуть метод, который называется теория ограничений, Theory of Constraints. Метод был разработан Эльяху Голдреттом для анализа узких мест в бизнес-процессах. Но метод как раз и был одним из тех, который навел меня о мысле о создании RCA+. Почему? Потому что большинство из этих методов, хотя могут успешно применяться, обладают рядом недостатками. Конечно, не все. У одного одни недостатки, у другого метода другие недостатки. Но если перечислить основные, это поиск, во-первых, поиск на поиске только вглубь. То есть мы идем вглубь, ищем причину, корневую причину нашей проблемы. Вы можете сразу же спросить, в этом же и суть. А вот не совсем. Слушайте, смотрите эту презентацию и вы узнаете, почему. Потому что одна из причин, почему поиск только вглубь не столь эффективен, это то, что зачастую причины располагаются не только вертикально, но и горизонтально. Дальше я покажу. Отсутствие четких правил описания причин. Я довольно часто, сталкиваясь в своей практике с инновационными проектами в различных компаниях, видел диаграммы, созданные для меня, с использованием различных методов причинно-следственных отношений, выявления причинно-следственных отношений. И глядя на эти диаграммы, было зачастую очень сложно понять, что же конкретно было написано в этих кубиках, в этих прямоугольничках. Например, идет анализ какой-то проблемы, где идет опять же перегрев чего-то, и написано «изоляция». И что изоляция? Совершенно непонятно. То есть, как бы человек, который приходит со стороны, даже если он и понимает физику этого процесса, все равно достаточно сложно понять, что же хотели сказать авторы. Нет точных критериев, когда останавливаться. Вот вы увидели в этом примере с 5, почему он остановился там, где мотор нагревается. Ну и что? Но ведь я могу идти и дальше. Я могу спрашивать, а почему нагревается мотор? И вглубь, и вглубь, и вглубь, и вглубь. Но тут как раз и возникает проблема. Гигантская проблема, присущая всем этим методам, так называемого, экстенсивного поиска, перебора, это то, что нет четкого критерия остановки. Когда же остановиться? Ну вот в 5, почему придумали останавливаемся, когда приходим к 5, почему. Ну и последнее, зачастую анализ проблем, в общем-то, приводит к выявлению каких-то причин, а что делать дальше, непонятно. И опять же, ну обнаружили, нет изоляции, а что дальше? Ну нет изоляции, чем решать эту проблему? Чем решать? Чем устранять эту причину? Ну и так далее. Опять же, мы можем прийти к совершенно неизобретательскому решению. То есть мы скажем, хорошо, чтобы устранить шум мотора, шум двигателя, просто снизим его мощность. Но, извините, мы же тогда нарушим одно из важнейших требований к нашему пылесосу, это его мощность. Поэтому и был разработан в начале 2000-х метод, который называется причинно-конфликтный анализ, или RCA+, я буду пользоваться аббревиатурой RCA+, который является инструментом причинно-следственного анализа проблемы с целью структурирования причин проблем и анализа, формирующих проблему противоречий. Все методы, которые я перечислил до того, не включают в себя определение противоречий. Но мы-то знаем, что основная трудность в решении так называемых открытых задач или изобретательских задач в том, что мы не можем их быстро решить, потому что они содержат в себе противоречия. Поэтому основная цель разработки метода RCA+, была создать метод, который позволит выявлять именно противоречия. Кстати, мы опытные тризовцы, это те, кто практически использует триз, раз узнают, что задача может включать в себя несколько противоречий, поэтому недостаточно выявлять только одно противоречие. надо выявлять, ну, как можно больше, или, скажем так, все противоречия. Хотя это, конечно, сложно. Самое интересное, что изначально метод, который используется в RCA+, применялся не для анализа проблем. Но я об этом расскажу чуть позже. Для начала я скажу, где применяется RCA+. Конечно же, изначально первые годы он применялся для анализа технических проблем и выявления противоречий. С тех пор прошло больше десяти лет, и за это время были проделаны сотни, может быть, я бы сказал, даже тысячи проектов с RCA+. По крайней мере, практически все, кто обучались у меня от РИС, с 2005 года изучали RCA+. Это несколько тысяч человек, как минимум. Инженеров, студентов, профессионалов. Как в технике, так и в бизнесе. В общем-то, я бы не сказал, конечно, что все тут практически. Это очень сложно отслеживать. Но я знаю, что многие, по крайней мере, я знаю несколько сотен проектов, которые использовали RCA+. И, в общем-то, давали хорошие результаты. Выявляли противоречия, которые затем достаточно быстро решали с помощью RCA+. А в каких-то случаях хорошо проведенный анализ выявлял причины, которые до этого просто были не видны. И даже не нужно было разрешать противоречия. В качестве некоторых примеров я могу упомянуть компании, такие, как мы применяли RCA+. Голландская компания NXP, это которые бывшие Philips, отделение Philips, производящие полупроводники. Сейчас это совершенно отдельная компания. Они производят полупроводники партиями по миллиону штук. И у них очень высокая производительность. Это порождает массу проблем с надежностью производства, также с упаковкой и с дальнейшим логистическим и не только процессом. Ну, конечно, автомобильная промышленность. Здесь мы работали с такими компаниями, как Volkswagen, как концерн PSA, Peugeot, Citroёn и так далее. Компания Unilever, ее достаточно многие знают. Это один из крупнейших производителей продуктов питания. Там чай, мороженое, еще много чего. Оливковое масло. Одна из крупнейших в мире. И у них было большое подразделение производства мороженого. Там было достаточно большое количество задач. Например, как сделать мороженое более полезным, при этом не теряя вкус мороженого. Одна из компаний, которая наполовину государственная, наполовину частная в Нидерландах, называется TNO. Это такой большой коллектив ученых с совершенно различными направлениями. Порядка, я думаю, сейчас около трех тысяч человек. Которые существуют за счет того, что они помогают остальным компаниям, находящихся в Нидерландах, ну и не только, конечно, решать проблемы. То есть, это как бы такой центр компетенции. Одна из задач, которую я помогал им решать, то есть, когда они сами не могут справиться с задачей, для которых их наняли клиенты, они зовут тех, кто им поможет. Одна из задач была, например, как резко сократить время трехмерного сканирования фигуры человека. Вы знаете, наверное, эту систему, когда вы заходите, она сейчас применяется в аэропортах, когда ищутся какие-то предметы, которые могут быть спрятаны на теле. Но, опять же, эта система может применяться не только в области, скажем так, каких-то проверок, ну и, в общем, особо будущее применение таких систем, например, в медицине, хирургии и так далее. Методы применялись не раз в проектах химического концерна ДСМ, а же американской компанией Пентеер, которая разрабатывает систему промышленной очистки жидкостей. Ну, в первую очередь, это вода. Ну, опять же, они очистят и пиво, например. Почему нет? И в последние лет 5-7 увеличилось количество проектов в бизнесе. Ну, только несколько я перечислю. Например, PricewaterhouseCoopers. Был проект, как повысить эффективность работы отдела по найму новых сотрудников. Банки. EBN, AMB, ANG. Ахмея. Это кооператив страховых компаний в Нидерландах. Orange. Известный мобильный оператор. Ну, и, конечно, компания, производящая программное обеспечение. Но, что интересно, я упомянул бизнес. Здесь как раз такими компаниями, как Wargaming, тут нет. Наверное, вы знаете, эта компания изначально была основана в Минске, Белоруссии. Ну, или Белоруссии, как теперь нужно говорить. И стала одним из всемирных лидеров по разработке игрового программного обеспечения. Ну, и Microsoft. Тут ничего говорить не надо. Но в этих компаниях мы работали не с программным обеспечением, а мы работали как раз с управленческими задачами, где мы использовали RCA Plus для выявления противоречий в текущей структуре управления. Как я уже сказал, для того, чтобы объяснить суть RCA Plus, я должен вернуться назад в конец 90-х. В то время я уже достаточно активно проводил обучение ТРИС, как публичное, так и внутрикорпоративное. Я обратил внимание на то, что многим очень сложно дается процесс корректной формулировки противоречия. Вы знаете, в ТРИС, ну, те, кто знает, в ТРИС есть три вида противоречия. Административное, техническое и физическое. В принципе, те же типы противоречий распространяются и на другие области. Да, я забыл сказать, что RCA Plus, он применяется не только в технике и бизнесе. Он, в общем-то, в любой области, где возникают задачи, связанные с противоречиями. Например, в социальной области. Он выдал проект однажды с полицией одного из городов, как снизить уровень преступности в городе. И где мы очень активно использовали как раз RCA Plus. Ну, проблема была понятна. Высокий уровень, криминогенный уровень. И пошли и поехали. Что его вызывает? Так вот, возвращаясь обратно в конец 90-х, я обнаружил, что даже в литературе по ТРИС, которое было написано достаточно, в общем-то, опытными ТРИСовцами, я видел ошибки в формулировании противоречий. Поэтому я искал какой-то метод, как объяснить людям, как легко и просто можно формулировать противоречия. Ну, идея была такова. Если у нас есть какая-то проблема, выраженная каким-то нежелательным или негативным эффектом, то мы просто задаем вопрос, что вызывает этот эффект. Допустим, я прихожу в компанию, они мне говорят, «Валерий, мы никак не можем справиться с выполнением плана продаж на этот год». Ну, хорошо, у вас продажи ниже планируемых. Чем вызвана эта ситуация? Чем вызвана эта проблема? Они говорят, «У нас отдел продаж слишком маленький». «Ага, ну так увеличьте ваш отдел продаж». Они говорят, «Мы же не можем, у нас нет бюджета, это рост затрат». Значит, эта причина не только вызывает положительный эффект, но также вызывает и отрицательный. Ой, не только отрицательный эффект, но и положительный. То есть, смотрите, все очень просто. У нас есть причина, которая порождает два эффекта. Один из них либо вредный, либо нежелательный, либо недостаточный. Но в то же время мы не можем эту причину изменить, потому что у нас, то есть, скажем так, на противоположную, потому что у нас наш положительный эффект станет отрицательным. С большим счетом эти два эффекта просто переместятся. Если мы напишем здесь, что отдел продаж большой, то у нас затраты сместятся в минус, слишком большие затраты, но при этом мы достигнем необходимых продаж. Вот у нас и появился конфликт. Отдел должен быть маленьким для низких затрат и большим для продаж по плану. А те, кто знает рис, могут легко увидеть здесь все три противоречия, которые в свое время сформулировал от Шулер. Продажа нижнепланируемых – это административное противоречие. Да, мы видим, что происходит. Мы хотим изменить, но мы не знаем, как. Потому что существующий метод увеличить отдел продаж невозможно применить, потому что сразу же вырастут затраты, а это недопустимо. У нас есть то, что мы называем техническим противоречием. Техническое противоречие – это как раз это противоречие между двумя эффектами, между недостаточным или вредным эффектом, то есть негативным эффектом, скажем так, и положительным эффектом. И также у нас есть два технических противоречия, которые затем сформируют физическое противоречие. Отдел продаж слишком мал, но отдел продаж должен быть достаточно велик. Пример, который я привел из бизнеса, но здесь мы можем увидеть пример из техники. То же самое. Вот у меня есть пластиковая бутылка с водой. Она стоит у меня на столе. Я достал ее когда-то из холодильника. Но при этом вода быстро нагревается, потому что пью я достаточно медленно и не так часто. То есть опять же, это вредный эффект. Я не хочу, чтобы это происходило. Я спрашиваю, чем вызывается этот эффект. Здесь, конечно, есть одна тонкость, потому что здесь уже я могу назвать не одну причину и несколько. Но давайте начнем только с одной. Стенки в пластиковые бутылки с водой слишком тонкие. Ну, хорошо. Естественно, вы понимаете, в чем дело. Стенки обладают некой теплопроводностью. У пластика коэффициент теплопроводности достаточно низкий, но стенки достаточно тонкие, поэтому вода нагревается достаточно быстро, приобретает температуру окружающего меня воздуха, которая может быть на где-то 10 градусов выше, чем температура воды была, когда я ее достал из холодильника. Ну, хорошо. Можем сказать, производитель увеличивает толщину стенок. Но при этом возникнут нежелательные эффекты. Наши положительные эффекты, которые мы есть сейчас, и в первую очередь один из таких эффектов – это низкий вес бутылки. Поскольку, в общем-то, такая бутылка предназначена для компактного хранения и переноса воды. То есть, бутылка просто станет тяжелой. А если еще воду в нее налить, то еще тяжелее тащить придется. Вот. То есть, если мы сделаем, значительно утолщим, скажем так, стенки бутылки, то наш, опять же, положительный эффект и вредный эффект поменяются местами. У нас вес бутылки будет большой, что плохо, но зато вода не будет так быстро нагреваться, что хорошо. Ну, здесь, на этом слайде, вы можете видеть еще примеры из разных областей. Я не буду уже на них останавливаться подробно. Я думаю, здесь все понятно. Но, как вы помните, я упомянул одну интересную вещь. Я сказал, что вызывает нагрев воды в бутылке. Я сказал, что стенки слишком тонкие. Но ведь, на самом деле, не только это. Не только это. А ведь еще действует ряд факторов, которые заставляют воду нагреваться быстрее, чем я бы хотел. Давайте их отметим и принесем на эту диаграмму. То есть, вода нагревается слишком быстро. Почему? Потому что стенки в пластиковой бутылке с водой слишком тонкие. Но если бы у меня температура окружающей среды, например, была та же, что и воды, когда я достал ее с холодильника, у меня бы вода вообще не нагревалась, значит, у нас есть еще один фактор, еще одна причина. Температура окружающей среды выше температуры, можно сказать, стенок бутылки. Но это тоже не просто причина, это же противоречие. Можно, конечно, охлаждать воздух в комнате, но тогда я буду чувствовать себя некомфортно. И опять же, этого тоже недостаточно. Есть еще одна причина. Если бы я достал эту бутылку из холодильника в течение пяти минут, выпил бы всю воду, у меня бы проблемы не было. То есть, вы видите, что интересно. Каждая из этих причин по отдельности создает проблему. Но они в данном случае проявляются все вместе. Поэтому вот есть такой значок, который обозначает И. То есть, логическая связь между различными причинами. Температура окружающей среды выше температуры бутылки и стенки в пластмассовой бутылке слишком тонкие, и бутылка находится длительное время вне холодильника, именно поэтому вода быстро нагревается. Если мы устраним хотя бы одну из этих противоречий, неважно какое, наша проблема прекратит свое существование. И на самом деле, вы в данный момент на экране видите, наверное, минимальную диаграмму ОРСЕЙ ПЛАСС. А сейчас я хочу вам рассказать, что еще есть в методе. То есть, это лишь самый-самый скелет ОРСЕЙ ПЛАСС диаграммы, которая получается в результате анализа. И я возьму эту самую проблему и покажу вам процесс, с помощью которого мы можем построить достаточно полную диаграмму причин наследственных связей и противоречий, выявленных в этой проблеме быстрого нагрева воды. Прежде всего, я хочу сказать, что позволяет ОРСЕЙ ПЛАСС. Во-первых, визуализировать модель проблемы, включающая вся противоречия. Структурировать пространство проблемы, что очень важно. мы видим, какие компоненты входят и создают проблему. Выявить причинно-следственные связи, создающие проблему. Выявить противоречия, которые формируют проблему. И в данном случае мы выявляем практически, при хорошем анализе мы можем выявить практически все противоречия. Я могу сказать, что в сложных задачах противоречий могут быть даже десятки. А также МЕД позволяет увидеть невидимые причины. Ну, в каких-то случаях, когда мы начинаем думать, ага, что уж необходимо сделать, чтобы вызвать этот эффект, когда мы спрашиваем, что вызывает эффект, который уже как бы записан в ОРСЕЙ ПЛАС диаграмме, мы часто обнаруживаем что-то, о чем мы вообще никогда не думали. Вот, например, как я уже сказал, мы часто не задумываемся, что стенки, бутылки, например, слишком тонкие, это понятно, но то, что температура, что вода находится достаточно долго на столе. Мы обычно не думаем об этом. А вот такое последовательное прохождение методики по алгоритму позволяет в общем-то увидеть вот эти вот моменты, вот эти вот факторы. И это очень важно, потому что в будущем, когда мы уже закончим Arcee Plus диаграмму, это даст нам ресурсы для дальнейшего решения проблем. Вот смотрите, вот как на предыдущем слайде, у нас уже как минимум три противоречия, и как я уже сказал, не важно, какое мы будем решать, мы решим проблем. То есть, у нас количество вариантов решения проблемы расширяется. то есть, мы можем использовать различные ресурсы, то есть, то, что создает проблему, в общем-то, и является решением, и является инструментом, ресурсом для решения этой проблемы. Те компоненты, функции, взаимодействия, изменения и так далее. Ну и, как выяснилось, особенно здесь, в Нидерландах, где метод был разработан, я впервые его начал применять, метод позволяет достичь общего соглашения по проблеме. Для тех, кто не очень хорошо знаком с историей Нидерландов, и я догадываюсь, что большинство зрителей не знакомы, эта страна довольно уникальна, потому что здесь для управления страной используется понятие консенсуса. Это совершенно иная культура, но для того, чтобы двигаться дальше, группа или различные группы собираются вместе, ну, допустим, если нужно принимать какие-то политические решения, это будут правящие политические партии, это будут профсоюзы, и это будут министерства. И они не могут достичь решения голосования. Кто-то больше, кто-то меньше. Нет. Должен быть достигнут полный консенсус. Только тогда будет продвижение вперед. Я с этим столкнулся в бизнесе здесь, в стране, когда мы делали какую-то презентацию и для того, с целью последующего обучения сотрудников этой компании ТРИС, и нам не был дан зеленый свет, мы получили, ну, не скажем, сразу красный, но такой оранжевый свет. И когда я спросил, почему все-таки решение не было принято, то есть было принято не в нашу сторону, хотя меня это очень удивило. После презентации я разговаривал с начальником группы, который принимает решение, и он, в общем-то, был очень доволен и сказал мне, что да-да, мы будем продолжать, и потом вдруг через неделю оказалось, что нет. выяснилось, что не все, кто были на этой презентации, были такого же мнения, как начальник этой группы, то есть не было консенсуса. Хотя решение принимал именно он, то есть ему, по идее, будучи на определенном положении и обладая определенной ответственностью в своей компании, не нужно было спрашивать у подчиненных их мнение, но здесь это делается именно так. Я довольно часто сталкивался с ситуациями, когда задача уже решается довольно долго, затем они звонят и зовут ТРИС-эксперта, узнав про то, что существует ТРИС, ну, почему бы не попробовать, когда я приезжаю в эту компанию, в эту организацию, поскольку, опять же, говорить о компаниях сложно, среди, например, моих клиентов есть такие организации, как Министерство иностранных дел Нидерландов, Министерство экономики Нидерландов, в общем-то, где мы применяем ТРИС, которые обучались у меня ТРИС. И когда они мне показывают, что уже сделано в проблеме, ну, там, как правило, хаос. То есть, как я понимаю, они до сих пор, до этого момента, до того, как я к ним пришел, не определились, какую проблему решать. А опять же, как я сказал, пока нет четкого консенсуса между всеми так называемыми стейкхолдерами, то есть, людьми, владельцами проблемы, они не двигаются дальше. И вот тогда мы берем и делаем, сначала, конечно, мы делаем анализ, мы делаем карту восприятия ситуации и затем мы выбираем уже конкретный уровень проблемы и делаем арсей пласт. И в итоге все соглашаются с этой моделью. А если не соглашаются, мы идем дальше и уточняем модель. Это очень важно, особенно, когда мы говорим о эффективной групповой работе. Итак, начнем с того, что определим, какие же категории проблем существуют. Я вообще за всю свою жизнь видел вот только четыре вида проблем. Во-первых, это недостаточный эффект. Что такое недостаточный эффект? Это когда что-то идет не так, как хотелось бы, но все же желаемая цель достигается. Но не в полном объеме, недостаточно быстро и тому подобное. Ну, представим, вы пришли в Лувр и вы хотите увидеть как можно больше. У вас есть один день. Вы понимаете, что в конце этого дня, что, конечно, вы увидели много, но совсем не все, что вы хотели увидеть. То есть, это недостаточный эффект. Вреда здесь никакого нет. Очень часто недостаточный эффект путают с вредным эффектом. Я еще к нему приду. Следующее. Плохо управляемый эффект. Управление осуществляется с недостаточной точностью или со скоростью, опять же, недостаточной, недостаточной надежностью и так далее. То есть, вы чем-то управляете. Или одна часть системы управляет другой частью системы. Ну, и в результате либо происходит неточности, либо управление ненадежное и так далее. Следующее. Это избыточный эффект. Опять же, вы достигаете вашей цели, но тратится слишком много ценного какого-то ресурса. Это может быть как материальные ресурсы, так и нематериальные. Например, вы красите краской, валиком стену в доме. Конечно же, вы хотите, чтобы потом не проявилось каких-то пятен, поэтому вы берете достаточно краски, чтобы все было надежно, чтобы стена была покрашена ровно, хорошо и ничего не проступило. Но при этом вы, естественно, используете больше краски, чем необходимо. А когда это происходит в промышленных масштабах, мы говорим уже о совершенно другом уровне перерасходования ценного ресурса. Ну и последний вредный эффект. Это когда что-то происходит, что вообще недопустимо, чего мы вообще бы не хотели. Опять же, вы пришли в Лувр, вы наслаждаетесь произведениями современного искусства, а кто-то у вас за спиной начинает хихикать или громко разговаривать. Подаем вопрос, а какое количество хихиканий вы бы хотели? А никакого? Вообще вы бы хотели, чтобы в зале стояла идеальная тишина. И даже когда совсем чуть-чуть чего-то происходит, это уже вредный эффект. То есть, вредный эффект, это может быть какое-то изменение, это может быть какая-то функция, вредная функция, которую мы вообще не хотим. Допустим, мы пришли, опять тот же Лувр, и мы стоим в очереди. Очередь двигается медленно. Это вредный эффект или нет? Нет. Мы хотим, чтобы очередь двигалась. Да, она двигается медленно, но с другой стороны очередь это решение избежать хаоса. Представьте, если бы все вместе пошли покупать билеты, вы понимаете. То есть, цель достигается, то есть, в итоге, конечно, вы попадаете в Лувр, но ваше время, ценное время тратится. Это можно, можно было бы говорить, что это избыточный эффект, но на самом деле это недостаточный эффект. Вы попадаете в здание недостаточно быстро. Все. На самом деле, для RCA Plus не так важно, что вы определяете, как целевую проблему. Ну, целевая проблема это проблема, которая всегда находится наверху диаграммы, от которой вы уже начинаете плясать вниз. выявляя причины и следствия этой целевой проблемы. Но, это позволяет более точно формулировать проблему, а затем уже производить анализ. То есть, я всегда, прежде чем начать процесс с RCA Plus, пытаюсь определить тип проблем и затем корректно сформулировать проблему. Типовая диаграмма RCA Plus выглядит следующим образом. мы уже видели, как выглядит, скажем так, скелет диаграммы, но в этом скелете присутствуют еще и некоторые вещи. Допустим, вы видели, я спрашиваю, что вызывает быстрый нагрев бутылки, и я ответил, стенки слишком тонкие. И тут же я задал вопрос, а есть ли от этого какой-то положительный эффект? И получилось, да, есть. Это низкие затраты на производство, это может быть низкий вес бутылки и так далее. То есть, обратите внимание, здесь такие причины определены, как вот такие зеленые прямоугольнички с таким вот значком, и это причина противоречия. Но могут быть и просто причины, которые не являются причинами противоречий. они их мы называем, эти же причины становятся и нежелательными эффектами. То есть, в принципе, одна из центральных ключевых, один из центральных ключевых моментов в России плац, что, когда мы анализируем проблему вглубь, мы останавливаемся, как только мы дошли до противоречия. Мы уже не идем дальше, мы уже не анализируем, что вызывает это противоречие, противоречие. Вот, то есть у нас есть исходная проблема, целевая проблема. У нас может быть причина, и у нас может быть причина этого противоречия. Потому что причина является тоже эффектом. То есть, в то же время эта же причина является и эффектом от этой причины противоречия. Ну, например, простая ситуация. Вы Вы в толпе, и кто-то наступает вам на пятку. Значит, проблема. Вам сделали больно. Ну, скажем, целевая проблема. Чем вызвана эта проблема? В том, что вам наступили на пятку. Есть ли какой-нибудь положительный эффект для кого-нибудь, что вам наступили на пятку? Нет этого эффекта, нет. Никто от этого ничего не получил. Да, кстати. Ну, хорошо, я вернусь к этому позже. По поводу определения положительных эффектов. А сейчас, вот, смотрим. Одна и та же проблема может вызываться несколькими альтернативными причинами. Допустим, вы выходите на улицу, на улице мокро. Чем вызвана вот эта вот жидкость, вода на улице, появление воды на улице? Это может быть, что прошел дождь, а может быть, проехала машина, которая поливает улицы и чистит. Эти две причины совершенно не связаны между собой. Но если вы хотите решить проблему, которая заключается в том, что, когда вы ходите на улицу, вы никогда не вступите в лужу, потому что там никогда не будет воды, то вам нужно решить вот эти вот обе альтернативные причины. И это очень важный момент в RCA+. То, что у вас причины в одну и ту же проблему могут быть логически связаны с значением и, а также они могут быть связаны с значением или. Или это причины, которые сосуществуют, и которые необходимы друг для друга, существовать друг с другом, чтобы создать эффект. Они в RCA+. Определяются вот логически и вот таким вот кружочком. И стрелки идут от причины. Одной причины, второй, третьей причины. В этот кружочек уже из этого кружочка выходит одна единственная линия, которая идет дальше вверх. Процесс RCA+. Анализ идет сверху. Мы определяем, вот какая целевая проблема, и зачем, задавая вопросы, чем, что вызывает эту проблему, мы говорим, так, эта проблема вызвана вот этой причиной. Затем мы говорим, так, чем вызвана эта причина? Так, вот этой причиной. Если это противоречие, мы остановились, мы не идем дальше. Здесь тут же возникает вопрос, как не идем? Мы же хотим узнать корневую причину. Метод называется анализ, по-английски называется анализ корневого конфликта. Да, в первых версиях RCA+, мы действительно шли вниз. Но ведь мы уже знаем, что вызывает это противоречие. Противоречие вызывается вот этим положительным эффектом. Да, потому что противоречие, это, в общем-то, и есть конфликт между двумя причинами. Полезной причиной и, в общем-то, вредной, нежелательной причиной. А если мы дошли до противоречия, мы же трезавцы. Мы знаем, как его решить. Зачем нам идти дальше? И есть еще один момент, почему мы останавливаемся, дойдя до противоречия. Это то, что чем глубже... Конечно, мы могли бы спрашивать, почему существует... В чем причина вот этой причины? Можем, можем, да. Нам ничего не мешает. Но, как выяснилось, опять же, на десятках первых применений RCA+. Чем глубже мы уходим, тем более фундаментальные изменения необходимо будет проделать для того, чтобы решить целевую проблему. Да. Ну, это очень просто объясняется. Возьмите любую, допустим, техническую проблему. Чем дальше вы уходите, спрашиваю, почему, тем больше вы будете уходить на фундаментальный физический уровень возникновения проблемы. И чтобы решить проблему вот там, внизу, вам необходимо будет, возможно, решение высших уровней, то есть менять всю систему решения четвертого, может быть, третьего уровня. Хотя, работая с более высокими противоречиями, то есть чем ближе противоречия расположены к целевой проблеме, тем вероятнее, более идеальным будет разрешение этого противоречия. В общем-то, эта идеология известна, уже была довольно давно, что чем ближе мы к проблеме, тем более идеальным может быть ее решение. То есть, вот на этой диаграмме я вам показываю, мы останавливались, когда мы нашли противоречия. А еще один момент, когда мы останавливаемся, это когда мы находим так называемую неизменяемую причину. То есть, неизменяемая причина, это когда, которая, в общем-то, мы никак не можем, на которую мы никак не можем воздействовать, мы никак не можем повлиять. Поэтому, видите, она здесь отмечена с двумя кружочками, с двумя минусиками, красными кружочками. Как вы видите, вообще, здесь три типа кружочков. Это либо один красный кружочек, что означает просто какой-то негативный, нежелательный эффект. Либо два кружочка, это когда мы добрались до причины, к которой никак не можем повлиять. Либо плюсик, кружочек с плюсиком. Это положительный эффект. Либо, самое интересное, наверное, для нас, это вот этот желтенький овал с плюсиком и минусом внизу, который обозначает причину противоречия. И опять же, мы здесь останавливаемся. Итак, суммируя дерево или диаграмму Arsia Plus, она строится сверху вниз. Да, затем следуют проверочные итерации. Здесь я могу сказать, что если вы построили первую Arsia Plus диаграмму вашей проблемы, то, скорее всего, после нескольких проверок и уточнений, она будет так процентов на 30, может даже на 50 отличаться от конечной. Любая ветвь в Arsia Plus всегда заканчивается или причиной противоречия, или неизменяемой причиной. При анализе любого из нежелательных эффектов, а им являются все прямоугольнички со значком, красным значком минус, с одним, особое внимание уделяется выявлению всех необходимых причин его возникновения на горизонтальном уровне. Это позволяет рассмотреть всевозможные ресурсы для дальнейшего решения проблем. То есть, видите, здесь мы показали один кружочек и две причины. И вот чем больше причин будет входить в этот кружочек, тем больше противоречий можно будет решить. То есть, у вас будет более широкий выбор альтернативы, альтернативной стратегии решения вашей целевой проблемы. Ну и последнее, что я бы хотел сказать здесь, это то, что каждая причина всегда анализируется на изменяемость и на наличие положительного эффекта. То есть, опять же, когда я дошел до этой причины, я всегда спрашиваю, есть ли положительный эффект? Нет. Можно ли влиять? Можно. Тогда тут же я ставлю вот такой значок, красный кружочек с минусиком и спрашиваю дальше, а чем вызывается эта причина? Вот таким образом, в общем-то, происходит процесс создания арсей-пласт-диаграммы. На арсей-пласт-диаграмме могут присутствовать вот такие вот значки. Эра может быть фактически нежелательный эффект. То есть, мы точно знаем эту причину. Эра может быть гипотетически нежелательный эффект. Эффект, известно, у нас является и причиной. Точнее, причина может являться эффектом тоже. Особенно, если это нежелательный эффект. Неизменяемая причина. Причина-источник противоречия. И положительный эффект. И два типа отношений. И, или, или. То есть, в этом случае, наша причина формируется двумя зависимыми причинами. Это может быть либо причина, либо причина противоречия, неважно. Либо независимыми. Которые друг от друга никак не зависят. Итак, когда мы применяем арсей-пласт? Когда мы хотим проанализировать узкоспециализированную проблему. То есть, мне позвонили, сказали, Валерий, у нас проблема, у нас тормоза в машине отказывают. Я приезжаю, там, естественно, определенный тип машины, определенный тип тормозов. И мы делаем арсей-пласт, где мы пишем верхний уровень проблемы. Отказывают тормоза. Иногда. Не всегда, конечно. Либо, конечно же, опять же, я сказал, то есть, проблемы могут быть разными. В большинстве случаев люди думают о проблемах, что это только вредные какие-то эффекты или негативные функции. Нет, опять же, стоять долго в очереди, это не вредный эффект. Но это недостаточный эффект. Поэтому прекрасная формулировка для решения проблем. Следующий сценарий. Это анализ широкого класса проблем. Это когда вы хотите все автомобили сделать в этом, который существует в этом мире, и производятся, и будут производиться абсолютно безопасно. Ну, боюсь, здесь вам придется потратить, может быть, несколько месяцев, чтобы описать все причины, которые снижают безопасность автомобиля. Несколько раз у меня были подобные проекты, но это достаточно действительно большая трата времени, и тем более, что понимаешь, что такие задачи уже на верхнем уровне не решаются. Такие задачи решаются решениями более высоких уровней. Как правило, это переход на новую S-кривую, либо в каких-то основных частях системы, либо в ее дополнительных подсистемах. Но там требуются уже большие изменения. Ну, и последнее, когда RCA Plus применяется, это предсказать потенциальные проблемы и противоречия в новых решениях. В данном случае мы, в общем-то, используем диверсионный подход. Хотя диверсионный подход используется и в процессе RCA Plus. Я вам это покажу. Сейчас я после этой презентации теоретической я покажу вам на примере. Как это делать? Очень просто. Ну, опять же, вы стоите в ловер, очередь движется медленно. Ну, берем, пишем. Очередь движется медленно. Ага. А теперь вы начинаете придумывать, а что нужно сделать для того, чтобы очередь двигалась медленно. И точно так же записываете причины, точно так же приходите к противоречиям. Итак, а сейчас давайте посмотрим на процесс создания RCA Plus диаграммы на конкретном примере. Целевая проблема у нас. Вода в бутылке быстро нагревается. И для того, чтобы начать процесс, мы задаем вопрос. Что является причиной быстрого нагрева воды? Или же, что вызывает быстрый нагрев воды? И вот здесь крайне важный момент. Нельзя задавать вопрос, почему. Хотя практически во всех метках причинно-следственного анализа вопрос, почему, задается. Но дело в том, что на вопрос, почему, может быть два варианта ответов. Это может быть указание реальной причины, но это может быть также указанием цели или намерения. Ну, например, человек идет в магазин. Если мы спрашиваем, почему он идет в магазин, ответ будет купить продукты. Но ведь это не настоящая причина, почему он идет в магазин. Это цель. Настоящая причина, если мы зададим вопрос, что вызывает, чем вызвана необходимость идти в магазин, это будет всем другое. Это будет отсутствие дома продуктов. Правильно? Поэтому мы не хотим мешать цели и причины. Тем более, что цели в RSI PLUS уже есть. Это положительный эффект. То есть, когда мы задаем вопросы, что вызывает, мы не ищем положительный эффект. Положительный эффект мы их исследуем уже после того, как мы ответили на вопрос, что вызывает, что является причиной. Ну, и второе очень важное правило RSI PLUS – это никогда не описывайте причину одним словом. Всегда формируйте четкое, конкретное предложение. В RSI PLUS есть виды, что именно может являться причинами. Ну, и здесь приведены примеры. То есть, когда у вас причины сформулированы как предложение, затем созданная RSI PLUS диаграмма легко читается любым человеком со стороны. Помните, я вам сказал, что часто вижу одно слово, записанное в прямоугольнике, и я не понимаю, что это означает. Поэтому вот здесь очень показаны виды. Я не буду сейчас даваться в подробности. Вы можете остановить видео или посмотреть презентацию, чтобы узнать больше о видах и примерах причин. Итак, мы уже отвечаем. Вода в бутылке быстро нагревается. Что является причиной? Причина в том, что тепло из внешней среды передается воде. Каждый раз, когда мы сформировали причину, мы задаем как минимум два вопроса. Есть ли положительный эффект? Точнее, это важный вопрос. Если ответ «да», то следующий вопрос уже неуместен. Есть ли положительный эффект? Если мы отвечаем «да», то эта причина является причиной противоречия. Поэтому мы делаем и зелененькой, но в данном случае мы отвечаем «нет». Ничего положительного для нас мы не получаем. Тонкий момент. Что является положительным эффектом? Мы всегда исходим с позиции владельца проблемы. Или же владельца системы, в которой связаны задачи. Например, если у вас есть дом, вы купили раму с окном. Окно – это стекло в раме. Естественно, что вы не хотите, чтобы оно билось. И если стекло бьется, это проблема, это плохо. Тем более, если оно почему-то ломается от стресса, связанного с климатическими изменениями и так далее. А вот зато для вашего производителя этого стекла это будет полезный эффект, потому что он вам продаст следующее стекло и так далее. То есть его оборот будет увеличиваться. Поэтому, если у нас есть причина, точнее проблема, стекло часто бьется, и мы зададим вопрос, а есть ли в этом какой-то положительный эффект, то, конечно, производитель стекла скажет, да-да, есть, мы увеличим наш оборот. Но владелец проблемы, владелец системы, безусловно, ответить нет. Никакого положительного эффекта здесь нет. Поэтому мы идем дальше и спрашиваем, можно ли влиять на причину. Ну, конечно, можно. Почему нет? Поэтому мы ставим вот этот вот значок, потому что, ну, как бы и положительного эффекта нет, и влиять можем. И задаем следующее. А. Но прежде чем идем дальше, чем начинаем спрашивать, что является причиной передачи тепла, мы должны обязательно проверить шире. Вот, как я уже сказал, проверка на горизонтальные причины, которые объединены логическим И, крайне важна. Опять же, потому что оно дает нам дальше большое пространство для решения проблемы. Но здесь есть небольшой прием, мы начинаем просто анализировать, а что нужно сделать, чтобы вода в бутылке быстро нагрелась? Какие еще факторы необходимы? Тепло и среды передается воде, ну и что еще? Ага, и приходит в голову, что объем воды в бутылке слишком мал. Но, если бы был большой общий объем воды, то, конечно же, термодинамика процесса была бы немножечко иной. Поэтому мы пишем значок И и пишем объем воды слишком мал. И опять же, задаем вопрос, а есть ли какая-то польза для нас, как пользователей? Да, конечно, есть, потому что бутылка маленькая, компактная и легко переносить. Поэтому объем воды слишком мал, становится противоречием. И мы уже вдаль его не анализируем. Конечно, мы можем дальше спрашивать, какие еще условия существуют, но давайте ограничимся. Итак, у нас есть незаконченная С, ветвь. Незаконченная ветвь – это всегда прямоугольчиком с одним И. Значит, нужно анализировать вглубь. Мы спрашиваем, чем вызвана передача тепла и среды в воду? Ну, я говорю, стенки, бутылки быстро нагреваются. Опять же, пользы нет, влиять сможем. Значит, можно спрашивать дальше, но прежде чем идти дальше, я хочу проверить на горизонтальном уровне. Только ли для того, чтобы стенки и бутылки нагрелись, достаточно, чтобы тепло и среды передалось в воде? Ну, в общем-то, да, но если уже быть более точными, стекло передается в воде за счет установления термодинамического равновесия. Ну, здесь очень просто. Если у нас что-то, какая-то для нас польза нет, и можно ли повлиять – нет. В общем-то, это физический процесс. Ну, наверное, когда-либо можно, но мы всегда смотрим на условия, в которых находится конкретная задача. Если я говорю о себе, то вряд ли я как-то могу на него повлиять. Поэтому я напишу два минусика, и эту цепочку я дальше не анализирую. Но здесь я должен двигаться дальше. Что вызывает нагрев, быстрый нагрев, очень важно, стенок бутылки. И вот тут уже я прихожу с четырем причинам. И здесь, я думаю, мне не нужно комментировать. Вы уже знаете, что и что. Это то, что температура воздуха среды выше, чем температура бутылки. Что хорошо, комфорт среды для обитания. Стенки бутылки напрямую контактируют с воздухом. Это очень хорошо. Я всегда могу легко взять бутылку. Стенки бутылки почти не задерживают тепло. Никакого плюса от этого нет в наших ситуациях. И то, что бутылка постоянно находится вне холодильника. Тоже ничего хорошего как бы и нет. Хотя можно, если так дальше думать, то это может быть противоречие. Потому что, если она вне холодильника, значит, опять же, к ней есть легкий доступ. Но для примера давайте оставим здесь минус. Итак, здесь мы больше не анализируем. Вот очень важно. Видите, четыре условия. Четыре необходимых фактора. Четыре причины. Вы решите только одну из них. Либо вы устраните одну из этих двух причин. Либо вы разрешите противоречие. Допустим, чтобы температура воздуха среды... Ведь устранить противоречие, это означает устранить полностью негативный нежелательный эффект. Но при этом сохранив положительный эффект. То есть, опять же, у нас температура воздуха среды будет выше. При этом будет комфорт среды обитания. Хотя комфорт среды обитания может достигаться каким-то другим способом. Но мы пока что не решаем проблему. Очень важное условие, когда вы работаете с РСЕЙ ПЛАС, это забыть о решениях. В данном случае мы только анализируем проблему. Все. Замкнулись на анализы. Конечно, какие-то интересные идеи, решения могут появляться в то время, когда вы анализируете задачу. Но запишите их и отложите. И забудьте. Анализ уже. Анализ того, что вы сделали, и решение будет потом. Но глядя на эту диаграмму, у нас есть две незаконченных цепочки. Поэтому мы продолжаем дальше. И здесь хорошо видно, что появляется фактор стенки бутылки слишком тонкие. Появляется еще один интересный фактор. Вот здесь вы уже видите, что две стрелочки идут вверх без знака И. Это уже хуже. Это хуже, потому что, решив только одну цепочку, вторая все равно останется. То есть, как бы, здесь может быть две альтернативы. Либо человек полностью забыл про воду, потому что заняты своими делами. Либо, потому что, вот как я, я пью воду достаточно медленно, и поэтому вода успевает нагреться. Долго находится вне холодильника. Итак, здесь что произошло? Обратите внимание, каждая цепочка закрыта. Либо противоречием, либо неизменяемой причиной. Ну, следующий шаг, безусловно, анализ противоречий. Ну, здесь просто перечислены противоречия, которые в этой диаграмме. Ну, что очень интересно. Смотрите, противоречий всего здесь пять. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. А вот эти четыре противоречия между собой все связаны с значками И. Это означает, что неважно, какое противоречие из этих вы решите, раз, два, три, четыре, задача будет решена. А вот это противоречие получается значком ИЛИ. То есть, если вы решите вот только это противоречие, то останется человек, забыл про воду, все равно. Поэтому всегда при выборе противоречия нужно выбирать то противоречие, которое с целевой задачей связано через другие цепочки взаимоотношениями И. То есть, вам для этого тогда придется решать только одно противоречие. То есть, вот таким образом мы строим диаграмму. Здесь я перечислил основные правила. В общем-то, я о них уже говорил. Опять же, вы можете посмотреть, либо взять презентацию. Единственное, о чем я не говорил, это то, что одна и та же причина может соединяться с эффектами из разных цепочек, как положительными, так и нежелательными. Ну, в нежелательном, в данном случае нежелательным является любая причина, отмеченная одним значком минус. Другой пример, здесь я уже не буду детально идти по процессу, это как RCA Plus применяется в бизнесе. Но, опять же, это реальная задача. Однажды я консультировал, проводил несколько проектов с одной компанией. 5 тысяч человек, они разрабатывают довольно давно, около 30 лет, электронные приборы для тестирования электроники, неинвазивного. И, как бы, в какой-то момент они создали, решили усложнить свой прибор. То есть, не просто измерять текущее показание, а еще прогнозировать, что с данной конкретной электрической цепью может случиться в будущем. Ну, естественно, это потребовало разработки определенного программного обеспечения, затрат, соответственно. Ну, и поэтому они, как бы, новые приборы, новое семейство приборов оказалось значительно дороже, чем то, что они продавали раньше. И план продаж оказался выполнен всего на 70%. Меня пригласили разобраться с этой задачей. И вот такую вот RCA Plus диаграмму в итоге мы нарисовали. Скажу сразу, что это фрагмент. Но здесь, как бы, всего было больше. Но, чтобы не загромождать схему, не загромождать экран, я выделил лишь основные существенные противоречия. Опять же, видно, здесь у нас идут негативные, негативные, нежелательные эффекты. И, скажем, здесь нежелательный эффект состоит из трех. Во-первых, вся проблема была в негативной реакции клиентов на высокую цену, которая формировалась с тремя и факторами. Раньше клиент платили только за железо. А никогда не платили за ПО. ПО было, да и вот там и не было, в общем-то. Просто прибор показывал какие-то значения параметров и все. То есть, это не то, что вы, на что мы можем влиять. Мы не можем влиять, все, новый прибор уже не залез. Дальше клиенты не понимают, почему так выросла цена пакета. И в итоге, конечно, высокая цена всего пакета. Ну, что дает компании высокий доход. То есть, это бизнес-кейс. В этом случае владельцами проблемы является как сама компания, поскольку ее проблемы от недостаточно продаж, но в то же время и пользователи, клиенты компании. Когда мы начали анализировать, почему клиенты не понимают, почему так выросла ценность, здесь было несколько причин, и наиболее существенным из них были то, что интерфейс выглядел слишком просто. Оказывается, кстати, программисты потратили достаточно много усилий, чтобы упростить интерфейс. Но это привело вот к негативному эффекту, то, что клиенты смотрят, да там же ничего нет практически, только пару кнопочек нажать. Но в то же время бы выяснилось, что ценность этого программоспещения не была доведена до клиентов. И это происходило потому, что понимание клиентской цепочки ценностей компании было недостаточно. И тут уже, как бы, мы упираемся действительно в фундаментальное противоречие. Технический директор этой компании, точнее, генеральный директор, который в свое время основал эту компанию, был инженером. В итоге компания была основана на его патентах. В итоге компания достигла значительного коммерческого успеха. В то же время она достигла достаточно высокого технического совершенства. Но вот в какой-то момент, когда компания уже находилась на третьем этапе развития ПС-образной кривой, получилось, что возникло много конкурентов. Особенно конкуренты пришли из Юго-Восточной Азии. Но, как бы, генеральный директор свою позицию не изменил и фокусировался исключительно на техническом совершенстве. И, когда я там оказался, одна из идей Совета компании была устранить, уволить этого генерального директора. Но, естественно, что они искали альтернативные решения. И вот я, оказывается, вовлечен в такую вот проблему. И в итоге, обратите внимание, снова у нас значки ИИИ, точнее, 2И. И, как бы, мы решили работать с этим противоречием. Высокая цена всего пакета. То есть, решив эту проблему, то есть, видите, эту проблему решить гораздо проще, чем уходить на, менять генерального директора, строить. Это все равно нужно будет делать когда-то, понятное дело. Но в тот данный момент нам нужно было обеспечить план. И, как бы, разрешить противоречия, чтобы клиенты, а клиенты этой компании, это другие компании, это B2B, как бы, не смущались высокой цены, а наоборот, как бы, понимали, в чем ценность такого предложения. То есть, разрешив противоречие, мы бы выполнили полностью план и в то же время не огорчили наших клиентов. Да, было найдено, в результате применились другие инструменты Трест, противоречие разрешено было, была найдена целая серия интересных решений, вплоть до, например, абонементской платы за приборы. То же самое решение, что все время было сделано с мобильными телефонами. Правда, конечное решение включало в себя и абонементскую плату, и сопровождение консультационным сервисом. То есть, прям, клиент получил сразу целый пакет каких-то новых ценностных предложений, и в связи с этим пакетом, как бы, цена уже самого прибора, включая программное обеспечение, оказалась достаточно разумной. Ну, в общем, достаточно было быстро внедрено в течение нескольких месяцев. Да, ну, вопрос, хорошо. А вот мы провели, построили арсей-пласт диаграмму, и что делать дальше? Как выбирать противоречия? Ну, в этой конкретной презентации я не буду на... Не буду фокусироваться на этой теме, это отдельная тема. Хотя зачастую достаточно понятно, что делать. Но, лишь упомянул, что мог быть четыре варианта. Иногда в процентах десяти случаев действительно возникает корневое противоречие, которое оказывается внизу под всеми цепочками. Достаточно разрешить только его. Вот в случае, когда только независимые цепочки противоречий или присутствуют, в этом случае каждая цепочка должна быть теоретически разрешена самостоятельно. Но иногда бывает так, что, разрешив противоречие, решающее одну цепочку, оно автоматически разрешает другую. Когда присутствуют только зависимые цепочки, здесь мы используем так называемые критерии идеальности. Мы выбираем то противоречие, которое потенциально легче всего и быстрее всего решить. Ну и когда имеется смешанная диаграмма, есть и или, и, и, то мы используем подходы, описанные выше, независимые цепочки и зависимые цепочки. И в этом случае строится некая общая стратегия решения, точнее, не решения, целая некая стратегия выбора противоречий. Ну и последнее, что я хочу сказать про RCA+. Чаще всего, лучше всего, конечно, проводить анализ в рамках группы, где люди приходят с разными пониманиями проблемы, с разными взглядами на проблему. Это могут быть и пользователи, включенные в группу и так далее. Среднее время анализа, ну, обычно бывает от 1 до 4 часов, хотя я помню случай, когда мы 3 дня практически просидели. И очень важно помнить то, что в стране модели это итеративный процесс, и, как я уже упомянул, финальная модель всегда так прилично отличается от первоначальной модели. Вот, в общем-то, то, что я хотел рассказать. В заключении я не буду перечитывать то, что написано. Лишь скажу, что с 2005 года, наверное, RCA+. Применялась в тысячах случаев, только сотни прошли через меня. В то же время используются и в обучении. И, в общем-то, она доказала свою, то есть метод доказал свою эффективность. И что очень важно, то, что противоречия выявляются в форме удобной для использования решательными инструментами ТРИС. Ну, вот, вернувшись в, допустим, противоречие высокая цена всего пакета, это высокий доход против негативной реакции клиентов на высокую цену. Но мы тут же берем эти два параметра и переносим их в колонки и столбцы таблицы противоречий. Ну, если, конечно, кто-то пользуется табличной. Или же мы берем это противоречие, если техническая система, то мы легко формируем пару ТП и дальше продолжаем работать с АРИС. Ну, и так далее. И, наверное, последнее, что я хотел сказать, что обнаружилось в некоторых моих клиентских компаниях, кроме того, что область приюмния RCA Plus не ограничена, это то, что они начали использовать RCA Plus даже в тех группах, которые не обучались ТРИС. То есть, RCA Plus используется независимо от ТРИС. Ну, я не скажу это не потому, что, скажем, им ТРИС не нравится. Нет, просто причина в том, что RCA Plus быстро и достаточно легко освоить. Ну, а на ТРИС, конечно, требуются какие-то дополнительные затраты и усилия. Я думаю, те из вас, кто изучал, обучался ТРИС, хорошо понимают, о чем я говорю. Хотя, предупрежу, что научиться пользоваться RCA Plus не так просто. Конечно, гораздо проще, чем в Сей ТРИС, но нужно сделать где-то 4-5 анализов проблем. Желательно под руководством человека, который разбирается в RCA Plus, уже опытного человека, чтобы он вас скорректировал и помог действительно построить корректную, грамотную модель. Но вот после 4-5 случаев, 4-5 кейсов, обычно человек уже начинает достаточно проще и быстрее работать и создавать RCA Plus диаграмму. Последнее я бы хотел вынести благодарность Карлу Бокмунсу, Дону Ван Сонсбейку, Япу Бестре, Дмитрию Пчерявому, Андрею Курьяну и Николаю Хоменко, который, к сожалению, уже не с нами, за помощь в разработке RCA Plus. RCA Plus не эстетический метод, постоянно что-то новое дополняется, развивается. Если вам интересно, додавайте вопросы по этому адресу. Это сообщение придет ко мне. Если вас интересует обучение, здесь мы тоже можем подумать, потому что в основном я делаю обучение на английском языке, но почему и нет на русском. Ну и для тех, кто читает по-английски, здесь будет такая расширенная страница на 30, описание процесса RCA Plus на английском. То есть на этот линк можно кликнуть или скопировать, и вы получите, и вам откроется PDF-файл. Там есть еще несколько примеров и описание самого процесса. Вот все, что я хотел вам рассказать сегодня. Надеюсь, опять же, если у вас есть вопросы, что-то было непонятно, спрашивайте. Отвечу, в том числе и публичным. Спасибо вам большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok